Привет! Где-то на канале у меня есть кусочек записи, где я показываю вот это вот зарядное устройство. Здесь есть разъем с Power Delivery, есть быстрая зарядка с Quick Charge и другие протоколы. И 6 А мы проверяли. В общем-то оно оказалось интересным, но я думаю, что к нему надо еще вернуться. К этому устройству оно заслуживает отдельного внимания, его надо потестировать и показать. Но сегодня речь пойдет не о нем, а вот об этом устройстве. У него всего два порта, это Type-C и USB-A, но оно зато 36 Вт максимум. Вот это вот устройство, оно действительно интересно, его надо посмотреть, потестить. И я считаю, что, наверное, на сегодня оно одно из продвинутых зарядных устройств автомобильных. Ну и, пожалуй, все, что я и хотел сказать, что, пожалуй, это одно из продвинутых зарядных устройств автомобильных. Единственное, что ценник на него, вы посмотрите в интернете, немаленький, так скажем. Ладно, давайте я его потестирую. Вскрываем коробочку. Так, что у нас здесь? Рекламка зарядного устройства. Гарантийный талон, желтая подложка, чтобы смотрелось. Мануал, мануал. Здесь есть все технические характеристики, что у него мощность 36 Вт. Здесь, что у него есть Type-C, здесь у него, что подсветка и все такое прочее. Ну и само зарядное устройство. Само зарядное устройство, оно один в один, как одноименное зарядное устройство. Сейчас я его принесу. У BASOS есть похожее зарядное устройство. Вот оно. Только у него два порта USB. Написано Dual USB Dual Port Flash Charge. Вот, собственно, оно очень похоже. И здесь внутренности, внешние, прошу прощения, оно очень похоже. Давайте я его покажу подробнее. Металл полностью из металла. Технические характеристики. Плюсовой контакт. Ходит вот так вот полностью. Маленькие минусовые шарики. Очень упругие. При включении интересно так подсвечивается. Приятно. Ну и вот здесь видно, что у нас один порт USB-A и второй USB-C. По идее, они должны быть независимы. В чем я и не сомневаюсь, но надо же это проверить. Обязательно надо проверить. Проверить. Первым делом проверим, что может быть, что имеет и какие протоколы имеет порт A. Зарядное устройство поддерживает абсолютно все телефоны, исключая компанию BBK. BBK, как известно, производит у нас телефоны. На этом я не буду заострять внимание. Type-C не подключен, поэтому Power Delivery сейчас не зафиксировалось. Но есть даже суперчарж до 18 Вт для Huawei. Вот такие вот дела. То есть, какой бы телефон у нас не был в машине, он будет заряжаться по протоколу быстрой зарядки. Отлично. Здорово. Перейдем тестировать порт Power Delivery. Поехали. Вот такую вот картинку очень хочется всегда видеть. Смотрите, красного практически нет. Здесь все зеленое, все зеленое. И все протоколы быстрой зарядки. То есть, едем мы в автомобиле, заряжаем мы iPhone. Вот с этого порта берем... Берем, если кто не в курсе, как это делается, все очень просто. Берем вот такой кабель Type-C Lightning. Вот. Подключаемся сюда в разъемчик и заряжаемся быстрой зарядкой. Но это, разумеется, ваш iPhone должен уметь так делать. Собственно, вот. И универсальность, конечно, портов этих радует. Очень даже радует. И теперь перейдем к самой нудной части. Тестированию портов. Итак, два порта у нас независимые. Сначала мы их померяем по отдельности. Давайте узнаем, что у нас в холостую. USB-A. 5 вольт ровно. Будем нагружать. Ой, 2 ампера у меня уже здесь выставлено. Нагружаем дальше. 3 ампера. И зарядное устройство немножко компенсировало напряжение до 5,13 вольт. Отлично. Считаю хорошие показатели. Теперь отдельно протестируем PORTS Power Delivery. Нашел у своих поставщиков на складе из старых запасов вот такой Type-C Type-C кабель. Кстати говоря, сейчас и мы займемся. Поднимаем. Видим просадочку. Скорее всего, что она по кабелю. 2 ампера хорошая просадочка. Скорее всего, что она именно по кабелю. Устройство при этом не выключается ничего. 3 ампера и просадка 0,3 вольта. Опять-таки, я думаю, что это по кабелю. Сейчас мы это проверим. Просто сравнив с другим дешевым кабелем. Да, вот так вот ведет себя другой дешевый кабель. Просадка 0,4 вольта. Ну, собственно, не в этом-то и дело. Как сказано в технических характеристиках, порт Type-C 12 вольт 1,5 ампера максимум. Вот сейчас мы это и сделаем. Мы сейчас там включим триггер на Power Delivery и нагрузим 1,5 ампера. При этом одновременно будем задействовать второй порт. Порт Type-C, триггер 12 вольт, нагрузочка. Видим, что 1 ампер. Нагрузка у нас, вот, оказывается, 1,2. Есть 1,5 ампера. Будем думать, что у нас iPhone так очень хорошо потребляет. Второй порт я хотел бы потестировать при помощи прибора WebX. Но, к сожалению, он у меня вот в таком состоянии, потому что на него не найти разъем. Нереально не найти разъем. Посмотрите, сколько разъемов. Кто не в курсе, что случилось, посмотрите, у меня есть видео. Подгорел у меня разъем. Ладно, опять-таки не об этом, небольшое отступление. Поэтому каким-то образом сейчас надо включиться в этот порт. Включить там хотя бы 9-ти вольтовый режим. Так, а сделать я это смогу, используя вторую нагрузочку, вот такую. Ставим в нее триггер. Есть у меня вот такой вот. А сюда... Сейчас найдем хороший кобелечек. Так, придется немножечко убавить света, чтобы не отсвечивалось. Итак, на левом приборе у нас 12 вольт и полтора ампера. Ну, не 12, просадочка есть. На втором приборе... Давайте поднимем ток. 3 ампера есть. Просадочка ощущается, скорее всего, что только на кабеле. Она очень даже незначительная. 3,5 ампера. Очень хорошие показатели. То есть, два разных телефона у нас. Обычный 5-ти вольтовый работает. И 12-ти вольтовый работает. Вижу, что отсвечивает, но ничего поделать не могу. Одной рукой мне не справится. Хорошо. Убавляемся. Включаем триггер. Итак, у нас 9 вольт. Допустим, заряжается какой-нибудь Samsung AFC. Нагрузим. Есть 2,5 ампера. Здесь 2,5, там 1,5. В общем, думать тут особо ничего не приходится. В общем, нормальное зарядное устройство. Порты разные. Работают по отдельности. Все очень даже и славненькое. Хотя я в этом и не сомневался. Вот, собственно, вот такое вот зарядное устройство, про которое прошло тесты. Которым можно заряжать два разных устройства, включая айфоны. И вот еще один момент. Power Delivery я не проверил на полную нагрузку. По данным, зашитым в это устройство, Power Delivery там 27 Вт. Давайте посмотрим. Может быть, оно сгодится еще и на большее. 1,5 ампера. 2 ампера. 3 ампера. С просадкой в 0,2. Практически в 2 вольта. Но тут и плюс кабель, и плюс само зарядное устройство. Однако, скорее всего, что заявленные 27 Вт, 28 Вт. Так оно и есть. То есть спокойно можно пользоваться этим портом для устройств, которые поддерживают у нас протокол Power Delivery. Вот теперь, наверное, все. Все тесты пройдены. Зарядничек смело можно покупать. Опять-таки, я не агитирую на это, но скажу так. Мне понравился. Это мое личное мнение. Все. Пока.